Виктор Горев На постоянно нетрезвых соседей череповчане жалуются часто. Раньше алкоголиков принудительно лечили. Сейчас законы изменились, люди остались с проблемой один на один. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас подготовим письма депутатам Государственной Думы нашими о ужесточении наказания за правонарушения, которые происходят в частных квартирах, в частных домах внутри. Чтобы милиция имела право туда зайти и приструнить хулиганов. Конфликт с соседями подачи, проблемы в гаражном кооперативе, нападение в квартире, вопросы, с которыми накануне череповчане пришли на прием. Зачастую, чтобы решить проблему, требуется работа не только милиции, сразу нескольких специалистов. В Череповце появилась идея собрать их в каждом микрорайоне под одной крышей. К примеру, могут объединиться начальник ГАИ и начальник транспортного отдела, скажем, мэрия. То есть, к примеру, многие вопросы каким-то образом совпадают. Например, мой начальник тыла и начальник ЖКХ, к примеру, до мэрии. Раньше пришлось бы ходить со своей бедой по разным учреждениям. Теперь проблемы будут решать на месте, комплексно. В Череповце в конце прошлого года открылся Центр профилактики правонарушений. Его филиалы уже работают в разных микрорайонах города. Есть территория, есть микрорайон. И решать вопросы, жалобы, заявления граждан и свои должностные обязанности именно в микрорайонах города. Ближе к народу, не в чиновничьих кабинетах. Это идея мэра города Олега Александровича. И вот она сейчас уже в течение трех-четырех месяцев воплощается в жизнь. В каждом филиале трудятся уполномоченные по работе с населением. Участковый милиционер, инспектор по делам несовершеннолетних, социальный работник, специалист программы «Дорога к дому», дружинники, старшие по домам. При филиалах будут работать и наркологи, к которым горожане смогут привезти своего родственника, алкоголика или наркомана. Раньше проблемами веренного района занимался один участковый. Теперь за благополучием следит не один десяток человек. Центр профилактики проработал всего четыре месяца. Первые результаты уже есть. Выявлено более 800 нарушений. Где-то нарушали правила общежития, где-то устраивали свалки. Все зафиксировано на фото и видео. Информация передана в милицию и прокуратуру. Сегодня милиция навестила и тот дом, жильцы которого жаловались на пьяных соседей. Когда мы обращались в милицию? Он приходил сюда сам, участковый? Участковый приходил, да. Он привел к административной ответственности за проживание. Сколько штрафов, да? Вера Николаевна признается, для нее очень важно быть услышанной. Бороться своими силами с проблемой сложно. Иногда может потребоваться 10 лет.